Всем привет! Девочки, у меня отличное настроение. Плюс я соскучилась по вам и я решила снять видео о хвастах. Их мало, но, повторюсь, я соскучилась. Девочки, начну вот с такой подвески. Она такая небольшая, я ее купила подвешивать на браслеты. Здесь выгравировано 99 имен Аллаха. Он так отсвечивает. Ну вот, в общем, вот такой небольшой медальон. Так, потом я покажу вот такие сережки. Я осталась без серии Конго. И сегодня я зашла в магазин, и что-то мне эти сережки так понравились, и я их решила для себя приобрести. Чему я очень рада. Мне понравились здесь вот эти вот узоры, орнамент. Вот такой достаточно объемный. Серьги не легкие, но это сомнительный такой плюс. Но, тем не менее, очень крупные, смотрятся здорово. Я сразу такая прям цыганка-цыганка получилась. Ну, классно. На лето. Ну, пока поношу, потом посмотрим. Что-то мне захотелось прям. Купила. Так, следующим покажу вот такое колечко. Маленькое, небольшое совершенно. Такой вот поцелуйчик из шариков. Само по себе оно, конечно, очень мелкое. Но оно приобретено в компанию к этим кольцам. И вместе они смотрятся вообще здорово. Честно. Их можно по-разному складывать, как душе угодно. Чередовать. В общем, играться. Получается здорово. Ну, допустим, любая комбинация. Сейчас я, как попало, надену. Посмотрим, что у нас получится. Допустим, даже вот так. Хотя, повторюсь, это можно варьировать по-разному. Так, эти колечки уходят в сторонку. Спокойно, Люлик. Так. Следующим я покажу вот это кольцо. Мне оно тоже очень глянулось. Это сегодняшняя моя покупка. Вот такая косичка. Я, как его увидела, я сразу подумала о своем браслете косичкой. Вместе они здорово смотрятся. Мне нравится. Девочки, расскажу вам быстро продолжение нашей эпопеи с Эльнурой. Ай, как вспомню, так смешно. В общем, я сняла видео, поставила вам загрузку. Звоню Эльнурке. Эльнурка, в общем-то, где? Она мне говорит, я уже домой поднимаюсь. Сейчас минут через 5-10. Пока тудым-сюдым позвони. Говорю, хорошо. Думаю, ну все. Не нашла пока. В Багдаде все спокойно. Проходит минут 5. Ну сколько-то там проходит. Смотрю, она мне опять на мобильный. Думаю, ну все. Нашла. Ай, я звоню к ней. Она только, а, я как давай хохотать ей в ухо. Я столько смеялась. Она мне говорит, что ты смеяешься? Я не могу остановиться. В общем, в итоге она не выдержала, тоже рассмеялась. Она говорит, как ты это сделала? Она говорит, я когда увидела эти деньги, мне как дурно было. Я говорю, ну вот так вот, долго ли умеете? Она говорит, ты не могла видеть, как я их положила под тарелку. Ты мыла мою посуду. Я говорю, а ты что? Я говорю, за 20 лет так и не поняла, что у меня на затылке тоже есть глаза. В общем. Ай, насмеялись. Что это такое? Да. Вчера мы поехали к девелю. Отвезла ей Нуран торт. От него не оставили ни крошки. Съели, в общем, подчистую. Причем я не сомневалась вообще, потому что я знаю, как она печет. Очень вкусно. Так, девочки. Если помните, я говорила, по-моему, что мне хотелось Александриты. Но Александриты до сегодняшнего дня обходили меня десятой дорогой. Впрочем, долгое время это делали также раухтопазы. Но от Розарио Агро еще никто не уходил, как известно. Поэтому сегодня у меня появилось вот такое кольцо с двумя Александритами. Кольцо не новодел. Выполнено вот в таком этническом стиле. Все, как я люблю. Единственное, что оно не крупное. Но я думаю об этом. У меня уже есть мысли кое-какие на его счет. Посмотрим. Или же я его так оставлю, оно приживется. Или же я его просто поменяю. Как поменяю, что поменяю, дай бог увидите. В общем, вот такое колечко. Александриты здесь, само собой, искусственные. Но, знаете, чем черт не шутит, возможно, как-нибудь мне в руки попадутся и натуральные Александриты. Кто знает. Никто ни от чего не застрахован. Качество очень хорошее. Меняют цвет изумительно. Девочки, вот сейчас они, видите, вот, не могу показать, но они такие вне камеры, прям лимонные, как будто бы. Но при натуральном освещении они такие сиреневые, как им и положено быть. Так, девочки, еще одно кольцо мне повезло купить. Почему повезло, я вам сейчас объясню. Мне очень понравилось то, что оно вот такое текстурное. Посмотрите. Здесь патина похожая на позолоту. Мне предложили это все вычистить. Я отказалась, не захотела. Сейчас я вам покажу его поближе. Пальцы чуть отекли в магазине. Оно у меня село четко на средний палец. Сейчас, возможно, я его чуть-чуть увеличу. Совсем, не знаю, там на, даже меньше, чем на полразмера. Посмотрим, с Муратом поговорю на эту тему. Вот. Было два таких кольца. Я вот одно себе купила. Вот оно такое вогнутое, как будто взяли так, хоп. Просто подогнули. Как я его увидела, оно мне очень понравилось. Но понравилось оно мне по той причине, что у меня сразу в голове загорелась лампочка. И я решила, что нет, мое милое, ты у меня таким не останешься. Я его переделаю. Переделаю как? В смысле, никаких кардинальных изменений с ним не произойдет. Единственное, что, если кто помнит вот это кольцо, которое я покупала в Тбилиси, именно как в расчете на то, чтобы использовать вот эти кабошончики граната, и сразу я моментально вот вспомнила об этом кольце, и я хочу вот в край, в краешек, не по центру ни в коем случае, а куда-нибудь вот сюда, сбоку, посадить один кабошон граната. Сейчас я постараюсь как-то это показать более-менее. И оно сразу поменяется, станет другим. Вот. Мне так кажется. Ну, не кажется, в смысле, оно станет другим, но на мой вкус, на мой взгляд, более интересно как-то, я считаю. Ваше мнение мне тоже интересно. Как вы считаете? Разделяете ли вы мое мнение? Я думаю, что в самое ближайшее время это кольцо обретет новую жизнь в виде вот такой капельки гранатовой. Будет классно. Будет очень здорово. Так, девочки, покажу еще один свой хваст. Это моя покупка у Залины. Я вам уже показывала свой браслет. И пришел вот этот браслет от Залины с шариками и с позолоченным сердечком, на котором на разных языках всевозможных написано слово «лю-бовь». Я очень довольна покупкой, более чем. Меня даже не смутил тот факт, что я как-то, ну, в своих фантазиях видела шарики чуть больше диаметром. Ну, я говорю, меня даже этот факт не смущает, что они не такого размера, как я себе представляла. Браслет смотрится классно. Очень. Сейчас я так. Вот. Здесь у меня все перекрутилось. А, я забыла показать вам вот этот браслет. Сейчас покажу. В общем, вот так. Еще вот такой у меня браслет оказался. Девочки, я почему-то думала, что это тоже Милор. Я, кстати, почистила его. Но нет. Во-первых, он в разы меньше. Вот этот, девочки. Сейчас резкость. Секунду. Сейчас я про шарики, может, тоже еще что-то скажу. Вот. Я думала почему-то, что он как Милор. Мне на фотографии так показалось. Но абсолютно нет. Более того, это китайское серебро. Но это серебро. Браслет старый. Очень старый. Он был в ужаснейшем состоянии. Мурат мне это все очистил. Отполировал. Здесь насечки. Это не камушки, ничего. Здесь просто насечки. Но когда я увидела его, я почему-то подумала, что они братья-близнецы. Но оказалось, что нет. Но, тем не менее, смотрится он очень хорошо. И вот так. Вернусь я к этому браслету с шариками. Повторюсь, он очень здоровский, классный. Я его уже носила. С огромным удовольствием. И буду продолжать это делать. Залина, вам большое спасибо. Я, к сожалению, не написала вам в WhatsApp. Но посылка дошла. Без проблем. Единственное, что, конечно, шла она очень долго. Но это уже издержки. Издержки почтовой службы. Так. Осталось последнее кольцо, которым я хочу похвалиться. Но это кольцо не принадлежит к разделу моих покупок. Это кольцо подарок. Если кто помнит. Девочки, секунду. Я уже рядом с собой теплую водичку поставила. Чтобы не прерываться на вот этот вот. То, что у меня начинается. Так. Я буквально в недавнем видео рассказывала о том, что мне свекровь преподнесла в подарок бриллиантовое кольцо. Сапфировое. И рассказала о том, что я его почему-то вернула. Сегодня, когда мы были у мамы, мама сказала, принесла мне это кольцо, положила и говорит, все, забирай. Я говорю, что я же его отдала. Она говорит, я не поняла. Во-первых, зачем ты мне его отдала? А во-вторых, я не поняла, зачем я его у тебя забрала? Она говорит, что это вообще было? Я говорю, ну не знаю, я как-то не ношу. Думаю, пусть лучше у вас полежит. Она говорит, нет, ты что, это же подарок. Я тоже у тебя забрала. Потом вы ушли. Я сижу думаю, а зачем я его забрала? Не поняла. В общем, забирай. Не в моих правилах показывать золотые украшения. У моей девочки. Я об этом говорила. Я писала в комментариях, когда были такие запросы. Скажем, это мое право, это мое решение. Я не считаю нужным это делать. Единственное, почему я показываю это кольцо, потому что я о нем уже обмолвилась, и я не хочу быть голословной. Я не хочу, чтобы некоторые товарищи думали, что я просто так болтаю языком. Потому что до меня доходят такие непонятные какие-то слухи, какие-то разговоры, какие-то сплетни. Честно говоря, это просто надоело. Ну, серьезно, девчонки. Займитесь чем-то другим, честно. А кольцо, да, мне серьезно. Делаю такие подарки. Делает подарки моя свекровь, за что я ей безмерно благодарна. Все. Вот так. И вот это кольцо, я представляю его вашему вниманию. Напомню, что кольцо куплено в 1977 году в городе Львов. Вот. Это 583 проба. Здесь, как в старину, как было принято, бриллианты посажены на платину. И также платиновые закрепки вот такие вот у сапфира. Вот такое кольцо. Оно мне проходит на средний палец. Но, повторюсь, от того, что сейчас пальцы отекшие, прям вот видно, да, смотрите, что происходит, какие-то колбосятины. То оно как бы не этот. Сейчас я его надену. Так, покажу. Очень хорошая, скажем так, игра камней. Ну, как бы. Я очень довольна подарком. Ну, как бы. Достойный подарок, я считаю. Мне очень приятно. Я очень благодарна. Повторюсь. Спасибо большое. Повторюсь. Возможно, как-нибудь я его и надену куда-нибудь. Ну, с возрастом. А сейчас пусть пока лежит. И ждет своего часа. Ну, так. Это я с лаком игралась. У меня уже лак не свежий, девчонки. Здесь вот мне что-то захотелось. Сверху такие кляксы поставить черные. Здесь снизу. Что-то мне так фантазия взыграло. Нету резкости. Ну, вот. Уже покоцался немножко. Я эти дни возилась по дому. Ну, вот так. В принципе, все. На этом холасты я свои завершаю. Сами видите, их очень мало. Ой, девчонки, у меня такие планы есть. Классные, клевые. Суперские. Дай бог, у меня все получится. И в самое ближайшее время вы о них узнаете. Я вам о них расскажу. А пока я вас всех обнимаю. Я желаю вам всего самого-самого доброго. Берегите себя и своих близких. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok